Хотелось еще раз обратить ваше внимание по поводу установки подоконных отливов. Мы выполняли здесь работы, отливы ставил самостоятельно заказчик. Вот видите типичный пример установки отлива с контруклоном. То есть тает сейчас сколько? Минус 7, минус 8 где-то, да? 5. То есть солнышко, видите, нагрело металл. Видите, водичка появилась, но вода никуда не девается. Хотя, если вы посмотрите, вот здесь покажу, видите, уклон выполнен. Это неправильная установка отлива за счет большого слоя пены. А уклон под отлив выполнен. То есть, в принципе, если бы установщики ставили на клей пену и нормально бы постарались, у них все нормально получилось. То есть все уклоны для этого выполнены. Давайте посмотрим то же самое здесь. Видите? То же самое. Вот. То есть уклон в откосе выполнен, а отлив стоит, к сожалению, не очень хорошо. Вот смотрите, то же самое. Видите? Расстояние. То есть сюда будет попадать вода, она потом будет разрушать дом. То же самое. Отливы это очень и очень важно. Вот смотрите. Обратите внимание. Что здесь получается? Во-первых, вот эта клепка, это прямая дырина. Нет подгиба вверх. То есть вода вот в эту вот щелку будет проникать под систему, будет разрушать ее. Здесь на всех нижних подоконных откосах выполнен уклон, но неправильном виде выполнения. Вот то же самое по поводу отливов. Солнышко нагревает, снег не соскальзывает. Солнышко нагревает, снег не соскальзывает. Потому что, видите, контруклон в обратную сторону. То же самое опять, контруклон в обратную сторону. Видите, какое расстояние под отливом очень много пены. Нужно ставить на клей пену. Видите, дырка сквозная. Здесь чуть получше. Но все равно видите изгиб, и за счет этого лед зацепляется. Не соскальзывает вниз. Вот видите, сколько пены. А с этой стороны чуть пониже, и лед начинает соскальзывать. И потом будет падать вниз нормальный. Все. Ну что, поедем, посмотрим на другом доме отливы. На предыдущем доме мы вам показали неправильную установку подоконных отливов. Вот видите, правильная установка. Здесь отливы производил и устанавливал наш друг. Алексей подвох Прохоров. Видите, как они стоят. То есть, выполнены нормальные уклоны. Нормальная четкая установка. И обратите внимание, как раз вот тот эффект, про который я говорил. Температура примерно минус 7 градусов. Солнышко чуть-чуть выходит. Лед начинает лед таять. И потихонечку, видите, он соскальзывает наружу. И постепенно падает, падает, падает. И при этом капелька воды, видите, она не будет попадать на фасад. Она будет попадать вот, видите, куда. На землю. И фасад у вас за счет этого будет чистым. Это вот очень важное условие. При установке подоконных отливов. Вот видите, то же самое. Но здесь еще недостаточно. Просто солнышко, видите, мало сегодня. У нас тучки такие. Но если солнышко чуть-чуть побольше, тут же сразу все это дело растает. И вот так же вот. Ну, здесь вот она, одна капелька, буквально. И все будет падать именно на землю. Вот то же самое, смотрите, видите. И вот оно на землю. Видите, уклон обязателен. И обязательно вот эти вот подгибы вверх. Без них отливы нормально работать не будут. Потому что иначе вода вот в эти стыки, понимаете, будет проникать вот сюда вот. Вот, не дай бог, чтобы это было. То же самое, видите. Вот сюда не должна попадать вода. Поэтому во время установки все это проклеивается очень четко и очень тщательно герметиками. Чтобы это все хорошо и качественно работало. Поэтому, нанимая людей на работы по установке подоконных отливов, не забывайте об этом. Извини, чуть-чуть поснимаю. Как всегда, мешаются эти блогеры, да? Не то, чтобы прям сильно. Да вообще, его надо это... А? Понятно, делали. Не выделали. Я ничего не сказал. Что-то оправдывается. Привычка. Когда нет шехтеля под рукой за полмиллиона, как писали некоторые к видео Руслану, можно сделать и вручную. Из-за десяти подоконников тащить шехты. Нет цели собрали. Ну, понятно. Не слабенькие они, немцы. Если русскому хорошо, то немцы смерть. Даже американцу кофигу. На дождь и снег, а шефтель сразу заржает. Непонятно. Поэтому пусть стоит в мастерской, ждет свое начало. Честно, вот кого-кого я тебе здесь не ожидал. И встретить. Ну, все относительно. Москва, это большая деревня, а Подмосковье это как? Вторая деревня. Большая. Привычка для хозяйств. Ну да, огород. Огород. Большой деревни. Все огород. Как раз люди просили по поводу отливов, чтобы было видео. Ну, господи, просили. Вот оно и получилось. Получите. Здесь еще чуть-чуть. Насаду нафиг. Здесь много инструментов. Нужно его вкладывать в порядок. Стоит все мешает. Пользуюсь терминологией Руслана Сидорова. Царь-клещ. Он что любит? Царь-колпак, царь-парапет. Ругарка там, чем-то. Царь-клещ. Кузнеца Антона Касаткина. Всем рекомендую. Отпускаю. Ну что, здорово. Какой-нибудь. Немецкий. А чей инструмент лучше? Немецкий? Ну, особо вариантов нету. В последнее время начали наши умельцы что-то выпускать. Малыми партиями. Какие-то приспособления для складок там ребят делают. Бендеров очень много делают роликов. На разных вкусах. Кошелек. Ну, а так, по клещам и ножницам пока только штубай. Ну, ты бандер свой собственного производства, да? Ну, у меня, да. Что-то мне не очень нравится. Как сложилась вкладочка. А мы, я. Вот сюда. О, капелька немножко у нас погнула. Блин, да. Блин, да, что-то что-то. Одно я хочу сказать вам, ребята Каждый человек должен заниматься своим делом Отливами должны заниматься фальцевики Главное их уговорить это сделать И встать в длинную-длинную очередь Не такая же длинная, но просто если идет какая-то кровля Это месяц, два, три Я же не брошу кровлю и поеду на отливы В связи с этим получается такой срок ожидания Если у вас хватило терпения дождаться, я поеду Для любой другой машины Но все же хотят подешевше почему-то А потом из-за этого теряют фасады С этой точки зрения возможно Как-то так Надо понять Здесь видите Ничего не заметает Поэтому Отливы лучше всего видны Видите Это Очень ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Счастливо. До свидания. Мир вашему дому.